Рыбалка причиняет боль. Рыба, чувствующее существо. Живите и дайте жить другим. Не ешьте наших друзей с плавниками. Спортивная рыбалка не может быть гуманной. Вся правда о рыбах. Представьте себе, что вы хотели сорвать с дерева яблоко, а ваша рука вдруг зацепилась за металлический крючок, который потянул вас, висящих на одной руке, из воздушной атмосферы, в некий вакуум, где вам дышать нечем. Именно это приходится испытывать рыбам, животным с хорошо развитыми болевыми рецепторами, когда человек ради удовольствия, спорта, ловит их на крючок. Рыбалка – это хороший пример того, насколько человек порой не способен чувствовать боль и страдания других. Согласно данным Майкла Штосковта из Университета штата Каролина, рыбаки разными способами причиняют рыбам боль. Профессор Франк Фёрт, микробиолог из Мельбурнского университета, на протяжении свыше 10 лет изучавший чувствительность рыб к боли, говорит, аргумент, что рыбы не чувствуют боль, очень удобен. Рыб ранят одним или несколькими крючками и вытаскивают из естественной для них среды обитания. Не такой уж хороший вид спорта, не правда ли? Знаете ли вы, один, у тех рыб, которых поймали на крючок, а потом вновь выпустили, наблюдаются серьезные повреждения внутренних органов. На них самым серьезным образом сказывается стресс и изнеможение, которое они испытали, оказавшись на крючке. Департамент защиты дикой природы штата Оклахома установил, что до 43% рыб, побывавших на крючке, а потом отпущенных в воду, все равно погибают. Но даже те рыбы, которые остаются в живых, сильно страдают от пережитого ненужного испытания, это и физическая пытка, и стресс. 2. Рыбалка причиняет вред не только рыбам. Ежегодно потерянные и выброшенные рыболовные крючки и леска калечат и убивают множество птиц и млекопитающих. Журнал Scientific American сообщает, что животные чаще всего путаются и погибают именно в рыболовной леске. 3. Живите без жестокости и убийства. Вместо того, чтобы убивать рыб, ходите в походы, катайтесь на байдарке, наблюдайте за птицами, занимайтесь подводным плаванием, читайте книги на природе. 4. Рыба. Чувствующее существо. Я часто слышу о людях, которые говорят, что, когда уйдут на пенсию, будут рыбачить. Им не приходит в голову, что из-за этого на первой. Взгляд безобидного спорта страдают невинные живые существа. 5. Исаак Башевис Сингер. Теперь я могу смотреть на вас спокойно, я больше не ем ваших родственников. 6. Созерцая рыб в аквариуме, сказал знаменитый писатель Франц Кавка, став вегетарианцем. Пол Маккартни, однажды много лет назад я был на рыбалке. Когда я подсек рыбу и стал ее тянуть. Я вдруг осознал, что убиваю ее. Что-то щелкнуло внутри меня. Видя, как отчаянно рыба хватает ртом воздух. Я вдруг понял, что ее жизнь так же важна для нее, как моя жизнь для меня. Хакин Феникс, мне было 3 года. До сих пор отлично помню тот день. Вместе с семьей я удил рыбу с лодки. Одна пойманная рыба отчаянно дергалась. Потом ее силой швырнули о борт лодки. Правда была очевидна, вот как мы обращаемся с животными, чтобы их съесть. Живое пульсирующее существо, которое цеплялось за жизнь, погибло жестокой смертью. Я отчетливо понял это, так же как мои братья и сестры. Я никогда не стану есть никого из тех, кого знаю лично. Для меня съесть морского окуня все равно, что съесть кокер спаниеля. Рыбы настолько добродушны, настолько любопытны. Вы знаете, рыбы чувствительны, они имеют индивидуальность. Они страдают, когда ранены. Это слова одного из ведущих морских биологов, известного океанографа Сильвии Ирл. Сильвия Иорл. Аргумент, что рыбы не чувствуют боль, очень удобен, но лишен оснований. О других обитателях моря, китах, дельфинах, акулах, тюленях, омарах, черепахах и других. Обитатели моря. Другим обитателям моря повезло не больше, чем рыбам. Китов, дельфинов убивают на мясо. Акулам отрезают плавники для ресторанных деликатесов и выбрасывают живыми в море, умирать в муках. Акулы, тоже рыбы, но не все об этом знают. Черепах разделывают живыми. Живыми варят раков. Креветок, омаров, детеныши, тюлени жестоко убивают ради меха. Дельфинов, косаток, тюленей, черепах и других животных ловят для заточения в тюрьмы зоопарков и дельфинариев. Где освобождением для них от ежедневных мук является только смерть. Сочувствие рыбе, не ешьте наших друзей с плавниками. Активисты из международной организации «Люди за этичное обращение с животными» People for the Ethical Treatment of Animals, ПИТА, приводят эту цитату, чтобы заставить человечество отказаться от вылова рыбы и употребления ее в пищу. Кстати, ранее они защищали кур и свиней. Новый проект получил название «Сочувствие рыбе» – Fish Empathy Project. Активисты из ПИТА планируют в декабре провести в США в национальном масштабе массовые демонстрации протеста, некоторые из них должны пройти в ресторанах, предлагающим посетителям дары моря. Скандировать они будут примерно следующее. Вы же не едите любимых собак и кошек. Так почему едите рыб? Верите стереотипу, будто они не являются интеллектуальными и чувствительными? Это не так. Никто и никогда не стал бы протыкать крюком пасть собаки или кота, указывает директор ПИТА Брюс Фридрих, Брюс Фридрих. Как только люди начнут понимать, что рыбы являются интеллектуальными созданиями, они прекратят есть их. Вы знали, что рыба может научиться избегать сетей, наблюдая за другой рыбой в своей группе. А о том, что некоторые рыбы собирают информацию, подслушивая других, а некоторые, вроде южноафриканских рыб, кладут яйца на листья, чтобы они перенесли их в безопасное место, то есть используют листья в качестве инструментов. Спрашивают активисты. Задавая все эти вопросы, ПИТА ссылается на научные исследования. В частности, на работу ученых из Эдинбурга, которые пришли к выводу, что наши друзья с плавниками обладают развитыми умственными способностями, поведенческой гибкостью и даже культурой. По данным активистов, то, что рыбы могут иметь долгосрочные воспоминания и сложные социальные структуры, а их познавательные способности соответствуют или превышают таковые у некоторых позвоночных животных, включая приматов, доказывает более 500 работ исследователей из разных стран. К примеру, британский психолог Фил Ги, Фил Джи из Университета Плимута, University of Plymouth, однажды заявил, что рыба может сказать который час. Доктор обучил ее собирать пищу, нажимая на рычаг в определенное время. Он говорит, что рыба может хранить воспоминания, по меньшей мере, 3 месяца. Кроме того, она в состоянии приспособиться к изменениям обстоятельств так же, как любые другие маленькие животные и птицы. В австралийской прессе было описан случай. Рыбка, научившаяся избегать сетей, держала этот навык в памяти 11 месяцев, это эквивалентно человеку, запомнившему урок, который судьба преподнесла ему 40 лет назад. Пита также заостряет внимание общественности на том факте, что рыба чувствует боль, что она ужасно страдает во время путешествия от моря до магазина, что рыбацкие сети сдирают живой рыбы кожу и так далее. Не ограничиваясь морально-этическими критериями, активисты даже прибегают к запугиванию. Дескать, плоть рыбы часто загрязняется ртутью, которая может вызвать повреждения головного мозга, и ядовитыми химикатами, связанными с раком, нарушениями нервной системы и вызывающими смертельные болезни бактериями. Критикуя, предлагай. Поэтому в качестве альтернативы защитники рыбьих прав предлагают людям питаться творожной похлебкой, есть вегетарианские суши и тому подобное. Вроде не менее вкусно, да и безопасно, к тому же. В целом организаторы компании «Сочувствие рыбе» намерены атаковать по двум направлениям. Во-первых, убедить потребителей, что существуют этические причины для отказа от поедания рыбы. А во-вторых, доказать, что нынешние методы рыбной ловли жестокие, и добиться их изменения. К примеру, заставить рыбаков оглушать рыбу перед тем, как извлечь ее из воды. Защитники друзей с плавниками выступают даже против спортивной рыбалки по принципу «поймал и выпустил», поскольку от 43% до 62% выпущенной рыбы погибают в течение 6 суток. Виной тому повреждение чешуи, ртов и плавников, наращивание молочной кислоты в мускулах, недостаток кислорода и так далее. Конечно, ПИТа неминуемо придется столкнуться с недоверием, скептицизмом и вообще. Так, Американская кардиологическая ассоциация, American Heart Association, настоятельно рекомендует рыбу, как часть здоровой диеты, про фосфор, наверное, все помнит с детских лет. Безответственно уговаривать людей не есть рыбу в то время, как докторы и врачи-диетологи советуют питаться ею два раза в неделю, считает президент Национального института рыболовства США, Энфи, Джон Коннелли, Джон Каннелли. Между тем, рыбы разговаривают друг с другом списком, визгом и другими звуками, которые люди могут услышать только со специальными инструментами. Рыбы любят, когда их мягко трогают, и могут тереться о ваши ноги подобно коту. Некоторые рыбы являются садовниками, они способствуют росту вкусных для них водорослей. Как и птицы, многие рыбы строят гнезда, где воспитывают своих детенышей. Другие рыбы собирают немного камней со дна океана, чтобы построить себе потайную комнату отдыха. Все мы понимаем, что мучить собак и котов – безнравственные не по-христиански. Точно так же не по-христиански мучить или убивать, или платить другим за то, что они мучают и убивают, рыб и других животных. Хотя рыбы, возможно, не в состоянии кричать от боли, они имеют такое же право на наше сострадание, как собаки, кошки и другие люди. Сочувствие рыбе, не ешьте наших друзей с плавниками. В защиту безмолвных. Вся правда о рыбах. Всемирный день защиты рыб. 25 июня 2009 года. В канун Всемирного дня защиты рыб на пристани водоотводного канала у Лужкова моста в Москве прошел пикет «Безмолвные жертвы человеческой жестокости». Участниками пикета была представлена театрализованная миниатюра, которая рассказала о бесчеловечности рыбной ловли и комичности людских стереотипов. Двое переодетых в рыбаков активистов перед телекамерами искали в рыбе пресловутый фосфор, спарывая животы надувным рыбам. Участниками акции были развенчаны мифы о том, что 1. Рыбы – хладнокровные животные и не способны чувствовать боль. 2. Рыба – незаменимый источник фосфора и ценный продукт питания. 3. Запасы рыбы уменьшаются из-за морских птиц и млекопитающих. 4. Рыбные фермы являются экологическим предприятием. 5. Спортивная рыбалка гуманна и не причиняет рыбам страданий. 6. Промышленные способы забоя рыбы обеспечивают быструю смерть и другие. Великие гуманисты о рыбах. Известный писатель Франц Кавка, придя к вегетарианству, первым делом обратился к аквариумным рыбкам. «Теперь я могу смотреть на вас спокойно. Я больше не ем ваших родственников». Альберт Швейцер, великий гуманист XX века, писал, «Дважды в компании с другими мальчиками я ходил удить рыбу удочкой. Но мой ужас, когда я увидел жестокое обращение с червем, и разорванные рты рыб, когда их поймали, не позволил мне продолжать». Еще более резкое осуждение рыбной ловли встречается в книге Даниила Андреева «Роза мира». Пока человечество терзает само себя воинами и тираниями, общественная совесть будет слишком оглушенной, пришибленной и суженной для того, чтобы чувствовать всю гнусность охоты и рыбной ловли. Да, и рыбной ловли. Той самой рыбной ловли, которой мы так любим предаваться на поэтическом фоне летних зор и закатов, умиляясь и отдыхая душой среди окружающей идиллии, а пальцами ухватывая извивающегося червяка, прокалывая его тельце крючком и в ребяческом недомыслии не понимая, что он испытывает теперь то же, что испытывали бы мы, если бы чудовище величиной с гору ухватило нас за ногу, проткнуло наш живот железным бревном и бросило в море, навстречу подплывающей акуле. Хорошо, скажут, но ведь ловить рыбу можно и не на червяка, на хлеб, на блесну и тому подобное. Да можно. И для пойманной рыбы, безусловно, великим утешением послужит мысль, что она гибнет, одураченная не червяком, а блестящей жестянкой. Находятся еще и такие осколки далекого прошлого, которые продолжают верить всерьез, будто рыба или рак не могут испытывать страдания, потому что у них, мол, холодная кровь. Действительно, во времена Аны, человечество, не имея понятия о физиологии животных, воображало, что чувствительность есть функция температуры крови. Теперь-то ведь понимаем, что рыба, болтающаяся на крючке или извивающаяся на песке, корчится от боли, а не от чего другого. Ну, так как же? Белые ризы поэтического созерцания, которыми мы облекаемся в букалические часы сидения с удочкой, не забрызгиваются ли они до омерзения кровью, слизью и внутренностями живых существ, тех самых, которые резвились в прозрачной воде и могли бы жить и дальше, если бы не наше, с позволения сказать, любовь к природе. Святой Франциск Осийский обращался к рыбам как к братьям и сестрам, читая им проповеди о недопустимости вражды между ними. Рыба – чувствующее существо. Долгое время считалось, что холоднокровные рыбы не испытывают боли, поэтому их можно употреблять в пищу даже во время Великого Поста, в Вербное Воскресенье и Благовещение. Сегодня этот миф развеян наукой. Элементарные знания по биологии говорят о том, что рыба имеет сложнейшую нервную систему, одной из функций которой является посылка сигнала о боли в мозг. Это механизм выживания, без которого рыбы не смогли бы существовать. Проблема состоит в том, что рыбы располагают очень ограниченными возможностями проявления стресса. Профессор Франк Хёрд из Мельбурнского университета, свыше 10 лет изучавший чувствительность рыб к боли, говорит, аргумент, что рыбы не чувствуют боль, очень удобен. Группа ученых Розлинского института в Эдинбурге во главе с Лином Снедоном, Лина Снедон, обнаружила на голове радужной форели, салма вайридюс, 58 болевых рецепторов, реагирующих, по крайней мере, на одной из трех раздражений – механическое, химическое или тепловое. К сожалению, промышленность использует жесточайшие способы забоя рыбы – удары по голове, помещение в резервуар с водой, насыщенной двуокисью углерода. Один из наиболее популярных способов – это вынуть рыбу из воды и погрузить в лед, где она медленно задыхается. Запатентованы способы разделки рыбы без какого-либо оглушения. А извлечение икры из осетровых рыб традиционно проводится без оглушения. С другими водными обитателями и вовсе не церемонится, крабов, раков и креветок варят заживо. Исследования ученых Бристольского университета показали, что все современные способы забоя обрекают рыб на медленные мучения. Было обнаружено, что рыбы полностью осознают, что с ними происходит, даже тогда, когда лежат неподвижно, предположительно мертвые после того, как к ним был применен один из методов забоя. Торговли живой рыбой, многодневные транспортные перевозки – примеры жесточайшего обращения с живыми существами, погибающими от удушья. Крючки и леска калечат птиц и млекопитающих. Рыбалка причиняет вред не только рыбам. Ежегодно потерянные и выброшенные рыболовные крючки и леска калечат и убивают множество птиц и млекопитающих. Журнал Scientific American сообщает, что животные чаще всего путаются и погибают именно в рыболовной леске. Истощение рыбных бассейнов – ученые бьют тревогу. До недавнего времени рыба во многих странах считалась дешевым и изобильным товаром, имеющим незначительную ценность. В России казаки приморских станиц в зимнее время года топили рыбой печки и натирали рыбьим жиром сапоги. Отлов рыбы производился в неограниченных количествах повсеместно. Варварское истребление рыбы, характерное для всего мирового промысла, не могло не сказаться на ее запасах. Международная группа ученых проанализировала данные о резком сокращении вылова рыбы за последние годы и опубликовала результаты в журнале Science. Уже в 2003 году 29% рыбных бассейнов мира оказались на грани полного истощения, они стали давать не более 10% от первоначальных объемов вылова. Главная причина кризиса – избыточная ловля рыбы, а также промышленные сельскохозяйственные загрязнения, увеличение числа туристов рыболовецких ферм и постепенное отравление всей экосистемы моря высокотоксичными химическими веществами, тяжелыми металлами и, прежде всего, полихлорированными бифенилами. Помимо продовольственной сферы рыбы используется для производства рыбных удобрений, пищевых масел, кормов для рыбоводческих хозяйств и других фермерских животных, масел для изготовления свечей. Такие виды рыб, как песочные угри и морские щуки, вылавливаются миллионами тонн для изготовления крема для чистки обуви. Спортивная рыбалка не может быть гуманной. Популярная в Америке, Финляндии, Австралии, России и другие. В странах развлечения, получившая название «спортивная рыбалка» по принципу «поймал и выпустил», ни в коей мере не может считаться гуманным. Исследования Департамента защиты дикой природы штата Оклахома показали, что от 43% до 62% выпущенной рыбы погибают в течение последующих шести суток в результате повреждения чешуи, ртов и плавников, недостатка кислорода и т.д. Любительская рыбалка не столь безобидна по масштабам. Любительская рыбная ловля, как выяснилось в 2002 году, играет в перевылове рыбы в морях гораздо большую роль, чем считалось до сих пор. Исследования ученых из Университета штата Флорида, США, показали, что почти каждый четвертый представитель видов рыб, находящихся под угрозой исчезновения, был выловлен американскими рыболовами при помощи спортивной удочки. В Южной Атлантике доля участия рыболовов-любителей в вылове видов рыб, находящихся под угрозой исчезновения, составила 38%, на Тихоокеанском побережье – 59%, в Мексиканском заливе – 64%. Дары моря для этичных гурманов. Большинство людей привыкли понимать под словосочетанием «дары моря» исключительно деликатесы из рыбы и другие морских обитателей. Однако, воистину уникальным продуктом питания являются морские водоросли, которые, в отличие от рыбы, накапливают на порядке меньше токсичных веществ, количество которых резко возрастает по мере продвижения вверх по пищевой цепочке, водоросли являются кормом для мелких рыб, которыми питаются крупные рыбы и так далее. Интересен и тот факт, что качественное и количественное содержание макро- и микроэлементов в морских водорослях напоминает состав крови человека, что говорит о нашей эволюционной связи с морем, а также позволяет рассматривать морские водоросли как сбалансированный источник насыщения организма минеральными веществами и микроэлементами. Морские водоросли содержат ряд веществ, обладающих биологической активностью, липиды, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, производные хлорофила, полисахариды, сульфатированные галактаны, фукоиданы, глюканы, пектины, альгиновую кислоту, а также лигнины, являющиеся ценным источником пищевых волокон, фенольные соединения, ферменты, растительные стерины, витамины, каротиноиды, макро- и микроэлементы. Что касается отдельных витаминов, микроэлементов и йода, то их в морских водорослях больше, чем в других продуктах. АС, Ди, В1-В2, В4-В6, В12, РР, фолиевая и пантотиновая кислоты. Этичный стол изобилует разнообразием блюд из водорослей, сушеные и консервированные водоросли, суши с авокадо, грибами и тофу, всевозможные пасты и паштеты, икра из морских водорослей, заливные блюда и сладости на основе агара-агара, желеобразующего полисахарида из красных водорослей. О способностях рыб. Рыбы разговаривают друг с другом при помощи писка и других звуков, которые люди могут услышать только со специальными приборами. Рыбы любят, когда их мягко трогают, и могут тереться о ваши ноги подобно коту. По словам британского ученого Терезы Барда Перейра, исследовавшей поведение рыб. Они способны учиться и запоминать, и располагают интеллектуальными способностями, которые могут удивить многих людей. Мы знаем также, что рыбы могут даже узнавать своего хозяина, если их пытается покормить кто-то другой, впадать в депрессию. Британский психолог Фил Ги, Фил Джи из Университета Плимута, University of Plymouth, однажды заявил, что рыба может сказать который час. Доктор обучил ее собирать пищу, нажимая на рычаг в определенное время. Он говорит, что рыба может хранить воспоминания, по меньшей мере, три месяца. Некоторые рыбы являются садовниками, они способствуют росту вкусных для них водорослей. Как и птицы, многие рыбы строят гнезда, где воспитывают своих детенышей. Другие рыбы собирают камни со дна океана, чтобы построить себе укромное место для отдыха. Люди скармливают океан котам. Исследования доктора Джованни Турчини, Дживона Тьюрчини, и профессора Сена де Сильва, Сена де Силва, из Университета Диккен в Австралии показали, что домашние кошки съедают больше рыбы, чем многие виды тюленей. 2,48 миллионов тонн рыбы идет ежегодно на промышленное изготовление кошачьего корма. Проблемой является тот факт, что большинство скармливаемой котам рыбы – это сардины, сельдь, анчоусы и мойва. Та рыба, которая составляет основу рациона более крупной рыбы, морских млекопитающих и птиц. Количество домашних животных растет в мировом масштабе. Промышленность движется в постоянном увеличении производства продукции и рекламы кормов класса премиум и супер-премиум. Эти гурманские корма содержат значительное количество рыбы, которая могла бы напрямую идти для потребления человеком, особенно для беднейших народов мира, в то время, как могли бы использоваться отходы, не подходящие для человеческого стола, такие как побочные продукты при филировании рыбы. Акул уничтожают ради плавников. Еще один из наиболее отвратительных и быстро распространяющихся видов рыболовства – это плавниковое рыболовство, практикуемое в некоторых азиатских странах. Поскольку мясо акул имеет сильный привкус аммиака, то акулы долгое время не вызывали интерес. К несчастью, их плавники такого привкуса не имеют, поэтому 100 миллионов акул ежегодно отлавливают исключительно для получения сырья для приготовления супа из акульих плавников. С этой целью акул вытаскивают из воды, обрезают им плавники и бросают в море, где они погибают из-за шока или тонут. Стены смерти или способы промышленного вылова рыб. Для промышленного вылова рыбы используются траловые и дрифтерные сети, которые варварски уничтожают обитателей моря. К примеру, использование траловых сетей, с помощью которых отлавливают треску, наносит непоправимый вред. Эти сети напоминают огромные носки, ширина входного отверстия которых достигает 70 метров. Верхнюю часть держат открытой с помощью плавучих приспособлений, а ко дну прикрепляют специальные цепи, предназначенные для выманивания рыб из укрытий на дне и их попадания в сеть. Чтобы сеть оставалась открытой, огромные, обшитые металлом деревянные грабли укреплены по обеим сторонам отверстия под таким углом, что, когда протягиваются по воде, они растягивают входное отверстие сети. Они могут весить несколько тонн, и все, что встречается на их пути, раздавливают и переламывают, разрушая по пути все живое. Отлов траловыми сетями приносит немыслимые страдания рыбам и мириадам других живых существ, образующих когда-то прекрасно сбалансированную экосистему. Как только рыбы попадают в сеть, они по рострубу перемещаются в узкий рукав, называемый тресковый конец. Пойманные рыбы тянутся вместе с сетью за судном часами и могут утонуть, потому что в давке, когда сверху на них попадают другие рыбы, их жабры не могут извлекать кислород из воды. Затем, по мере того, как их протаскивают через сотни метров воды, разница в давлении может привести к тому, что их глаза вылезают из орбит, а плавательные пузыри лопаются. Один из приносящих наибольший вред способов рыболовства, это использование дрифтерной, или плавной сети, которая до недавнего времени являлась традиционным методом японцев и жителей Тайваня. Сделанная из тонкого, но прочного нейлона в одну нить, такие сети свисают с поверхности воды, образуя так называемые стены смерти, которые могут тянуться на 50 километров. В них ловится тунец и семга, но они также несут смерть дельфинам, маленьким китам, черепахам, тюленям и акулам. Эти сети являются причиной смерти, по крайней мере, один миллион маленьких дельфинов и китов каждый год. Шокирующие цифры привели к утверждению специальной резолюции ООН номер 46 дробь 215 о запрещении крупномасштабного дрифтерного промысла во всем мире и безоговорочному запрету дрифтерных сетей в ЕС. Аквакультура, новая напасть для рыб и моря. Аквакультура, или фермерское разведение рыбы набирает в мире все большую популярность, считаясь одним из самых перспективных направлений сельского хозяйства. Первым видом рыб, которых стали разводить искусственно, были лососи. В природе они совершают многокилометровые миграции из океана в реку и обратно. На фермах их заточили в сетчатых контейнерах в озерах и прудах. Густонаселенность делает рыб, как и людей, более восприимчивыми к болезням. Морские вши облюбовали рыбные фермы и распространились в окружающей воде, заражая живущих там рыб. В некоторых районах запасы морской трески снизились из-за этого на 80%. Токсичный пестицид дихлофоз, используемый против вшей и эффективный при концентрации 0,1 части на миллион, полностью уничтожает ракообразных, моллюсков и других морских животных. Он может вызывать катаракту у рыб, находящихся в загонах. Этой же болезнью заболевает 55% лососей, живущих на воле. Однако у вшей стала развиваться сопротивляемость к дихлофосу, и фермеры, разводящие лосося, переходят к новым химикатам. Морское дно под клетками рыбных ферм и окружающая территория загрязняют окружающую среду фекалиями и несъеденными гранулами рыбного корма, образуя осадок, на котором бурно растут водоросли. Это привозит к токсичному цветению. Клетки необходимо регулярно двигать, тем самым описанные проблемы распространяются в другие места. Во всем мире аквакультура используется, главным образом, для производства дорогих видов рыб и морепродуктов, форелей, лососей, креветок. А прибрежные районы, выбранные для таких ферм, это обычно мангровые болота, которые рассматриваются как бесполезные территории. В действительности, они обеспечивают самую продуктивную и важную среду обитания в океанах. 90% морских рыб полагаются на удивительное разнообразие того, что обеспечивают мангровые деревья, особенно для нереста. И более 2000 видов рыб, ракообразных и растений прекрасно живут рядом с ними. Эти деревья предотвращают наводнения, останавливают эрозию, а их вырывают с корнями из земли. И в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Эквадоре, Панаме и на Филиппинах вырубки приняли угрожающий характер. Субтропические районы мира потеряли более 70% всех мангровых лесов с 1960 года в основном из-за разведения рыб на фермах. Через несколько лет фермам нужно переходить на другое место, а за собой они оставляют запустение. Выращиваемую в неволе лососину окрашивают специальными красителями в розовый цвет, чтобы выдать ее за рыбу, отловленную в дикой природе. Ученые обеспокоены, потому что красители, используемые для лосося, могут вызвать у людей повреждения сетчатки. Рыба страдает от загрязнения. Вследствие сброса канализационных отходов, тяжелых металлов, пестицидов и других вредных химикатов, около 40% комбалы и других плоских рыб имеют раковое образование, язвы или кожные болезни. Более одного дробь три икры рыб в главных районах нереста в Северном море имеют неправильную форму, а у более чем половины имеются аномалии в генетической структуре. Рыба – аккумулятор ртути и дифенилов. Мясо рыбы накапливает полихлорированные дифенилы, вызывающие повреждения печени, нервной системы и органов репродукции. Содержащиеся в рыбе стронцы 90, а также кадмий, ртуть, свинец, хром и мышьяк могут вызвать у людей повреждения почек, умственную отсталость, рак. Эти токсины накапливаются у человека в жировых тканях и находятся там десятилетиями. По данным организации РИОТА, ежегодно в США 325 тысяч человек умирают от зараженных морепродуктов. Исследователи Университета штата Иллинойс, The University of Illinois, выяснили, что у людей, потребляющих рыбу и имеющих высокий уровень полихлорированных дифенилов в крови, бывают проблемы с запоминанием информации, которую они получили 30 минут назад. Даже небольшое количество рыбы оказывает сильное влияние на уровень ртути в крови. Исследование, проведенное Управлением защиты окружающей среды, Environmental Protection Agency, ЭПА, показало, что у женщин, употребляющих рыбу два раза в неделю, концентрация ртути в крови в семь раз выше, чем у тех, кто не ел рыбу в течение предыдущего месяца. Также исследования показали, что, если женщина с массой тела 140 фунтов будет съедать раз в неделю шесть унций белого тунца, то уровень ртути у нее в крови превысит допустимые значения на 30%. Исследование, проведенное Джейн Хайтауэр. Джейн Хайтауэр, врачом из Сан-Франциско, показало, что у десятков ее пациентов был повышен уровень ртути в организме. И у многих проявлялись симптомы отравления ртутью, такие как выпадение волос, усталость, депрессия, неспособность сконцентрироваться и головные боли. Врач обнаружила, что состояние пациентов улучшалось, когда они переставали есть рыбу. Недавний отчет, выпущенный исследовательским институтом здравоохранения в Финляндии, Ресерч институтов Public Health, показал, что мужчины, имеющие повышенный уровень ртути в крови вследствие употребления рыбы, примерно в 1,5 раза больше рискуют столкнуться с болезнями сердца, в том числе с сердечными приступами. Морское дно и озон. И в довершение всего, есть глобальная проблема, которая может оказать самое драматическое воздействие на океаны. Это снижение уровня озона в атмосфере. Известно, что снижение ультрафиолета на 10% убивает мальков анчоуса на глубине до 1 метра, а в некоторые периоды в году эта цифра составляет уже 40%. Возрастающий уровень УФ-излучения будет не только убивать мальков рыб, но и уничтожит фитоплактон, океанские пастбища, овощную основу всей пищевой цепочки. Человек подражает рыбам. Удивительно сложное строение организма рыб и других морских обитателей подвигло человека к изучению их возможностей для дальнейшего использования в инженерии. Науку, занимающуюся изучением строения живых организмов для создания новых приборов и механизмов, называют бионикой, от греческого BIOS – жизнь. Способность некоторых рыб чувствовать концентрацию вещества в несколько мг, м3, мкг, л, изучается учеными с целью создания искусственного носа, электронного прибора для анализа малых концентраций пахучих веществ в воздухе или воде. Многие организмы имеют такие анализаторные системы, каких нет у человека. Так, например, у акул и скатов есть каналы на голове и в передней части туловища, воспринимающие изменения температуры на 0,1. Рыба способна воспринимать потенциалы электрического тока вдоль микровольта и улавливать блуждающие токи, обусловленные электризацией воздуха. Об этом свидетельствует уход рыб на глубину перед грозой. Некоторые медузы реагируют на инфразвуковые колебания, возникающие перед штормом. Перспективно, вероятно, устройство не только технических аналогов органов чувств животных, но и технических систем с биологически чувствительными элементами. Исследование морфологических особенностей живых организмов также дает новые идеи для технического конструирования. Так, изучение структуры кожи быстроходных водных животных, например, кожа дельфина не смачивается и имеет эластичную пругую структуру, что обеспечивает устранение турбулентных завихрений и скольжения с минимальным сопротивлением, позволило увеличить скорость кораблей. Создана специальная обшивка, искусственная кожа ламинфула, которая дала возможность увеличить скорость морских судов на 15-20%. Изучение сложной навигационной системы рыб, которым приходится преодолевать тысячи километров во время миграции, способствует разработке высокочувствительных систем слежения, наведения и распознавания объектов в авиации и морском деле. Ультразвуковая локация обнаружена у ряда морских животных, рыб, дельфинов. Известно, что морские черепахи уплывают в море на несколько тысяч км и возвращаются для кладки яиц всегда к одному и тому же месту на берегу. Полагают, что у них имеются две системы – дальние ориентации по звездам и ближние ориентации по запаху, химизм прибрежных вод. Вас обманывают, в рыбе мало фосфора. Содержание фосфора в продуктах – в миллиграммах на 100 грамм продукта. 1. Пивные дрожжи, 1753, 2. Пшеничные отруби, 1276, 3. Тыквенные семечки, 1144, 4. Семечки кабачков, 1144, 5. Пророщенная пшеница, 1118, 6. Семечки подсолнуха, 837, 7. Лущеные семена кунжута, 592, 8. Сушеные соевые бобы, 554, 9. Миндаль, 504, 10. Арахис, 409, 11. Пшеница, 400, 12. Грецкие орехи, 380, 13. Зерна ржи, 376, 14. Проса, 311, 15. Зерна ячменя, 290, 16. Темно-красная водоросль, 267, 17. Бурые водоросли, 240, 18. Небеленый рис, 221, 19. Рыба, 19-е место, 220, 20. Яйца, 205, 21. Чеснок, 202, 22. Крабы, 175, 23. Творог, 152, 24. Говядина, мясо коровы, 150, 25. Молоко коровы, 93. Фосфора значительно больше в растениях, а не в продуктах животного происхождения. Движение в защиту рыб. Активисты из международной организации «Люди за этичное обращение с животными», People for the Ethical Treatment of Animals, ПИТА, выступили организаторами проекта «Сочувствие рыбе», Fish Empathy Project, цель которого – призвать человечество отказаться от вылова рыбы и употребления ее в пищу. Проект включал массовые демонстрации протестов США, некоторые из которых прошли в ресторанах, предлагающим посетителям дары моря. Скандирующие обращались к посетителям, вы же не едите любимых собак и кошек. Так почему едите рыб? Верите стереотипу, будто они не являются интеллектуальными и чувствительными? Это не так. Никто и никогда не стал бы протыкать крюком пасть собаки или кота, указывает директор ПИТА Брюс Фридрих, Брюс Фридрих. В истощении запасов рыбы обвиняют морских млекопитающих, пытаясь остановить стремительное уменьшение рыбных запасов. Правительства разных стран предлагают методы, поражающие своей абсурдностью. Так, например, в России в 1991 году были уничтожены 51 тысячи тюленей, которые, как предполагалось, хищнически истребляют рыбные запасы. С этой же целью в 1995 году канадское правительство санкционировало убийство 250 тысяч тюленей. А тем временем избыточный лов рыбы продолжается. В Северном море только одна треть трески и пикша выживает дольше 12 месяцев. Рыб, которые в естественных условиях прожили бы 10 лет, отлавливают даже до того, как они дают потомство. Практика отлавливания рыб, не достигших зрелости, привела к тому, что морские коньки, род рыб семейства морских игл отряда пучкожаберных, перестали водиться в море. Их срок жизни 70 лет. И отлов не успевших дать потомство рыб привел к их исчезновению. В завершение. Поскольку проблема исчезновения рыбы в морях и океанах затрагивает всех жителей нашей планеты, решать ее надо сообща, объединив усилия людей разных стран. На деле же пока преобладают националистические интересы. Часть стран возлагает большие надежды на ловлю рыбы в прибрежных районах развивающихся стран, пытаясь открыть для себя золотое дно совершенно неконтролируемого рыболовства. В России полностью снят с рассмотрения закон по защите животных, который был призван, в числе прочего, защитить рыб и поднять их статус на более высокий уровень. Но каждый из нас может принять самостоятельное решение. И самый простой шаг, это перестать есть рыбу и других обитателей моря, не поддерживая тем самым их нещадное истребление. Центр защиты прав животных ВИТО. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!